сейчас у меня планируется основных три турнира через неделю будет san marina pro потом через две недели финляндия вот и через месяц 1 ноября гран-при фитнес-хаус будет еще турнир в китае я туда заявился планирую ехать но там как по финансам получится в китай не 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 дешево слетать 3-4 турнира в течение месяца ну судя по форме сейчас я вешу 118-119 на яме скорее всего это будет первые два турнира в сан-марины и финляндия поэтому в этот раз я сушиться начал немножко раньше чем обычно чтобы наверняка успеть поэтому получилось пикануть раньше вот раньше по любителям я месяца за два готовился потом прошлый раз по профи в десятом году я выходил там почти три месяца я начал вот в этот раз вот ровно за три месяца начал до первого турнира но с учетом что между первым и последним целый месяц разницы перед фитнес-хаус считаю четыре месяца сушки получится постараюсь удержать по максимуму ну во первых чаще всего на этом этапе к сожалению нашем виде спорта начинаются проблемы с первую очередь со связками суставами с мышцами поэтому однозначно большинство людей начинает снижать веса ну тех и без безунчики типа шону рэя которые практически всю жизнь тренируются не травмируясь но это единицы насколько я сейчас знаю в играми который не так давно стал просто вообще тренируется там всего-то пять-шесть лет от силы он к сожалению рванул бицепс бедра травма редкая у меня она тоже была еще когда полюбительным выступал и к сожалению до сих пор есть вот так что никто не обрет никто как бы не застрахован к сожалению от этого вот поэтому по профи чаще снижаются веса уменьшается отдых между подходами вот тренировки становятся более объемными более высоко интенсивными ну и конечно же разнообразие про которое я всегда говорил то есть раньше когда я начинал тренироваться выступал там лет первые лет пять чипа юниором там чемпионатах москвы конечно я больше работал с весами веса были рабочие там не в два раза больше чем сейчас вот их между подходами был дольше сейчас кардинально все поменялось особенно что касается разнообразие у меня каждая следующая тренировка полностью отличается от предыдущих всегда и на это я делаю акцент очень рекомендую вам попробуйте каждый раз все делать по разу вы увидите как мышцы начнут и насколько интереснее вам будет заниматься опять неважно выступаете вы или не просто даже для удовольствия конечно скажу пожалуйста вот свое мнение оценку да а первой четверки и отмечки точнее сказать о потенциале фигурами всего массы ну расскажи как это впечатление следующее значит первый день я смотрел уже даже на пресс-конференции почему-то мне у меня появилась уверенность что все-таки выиграет скорее всего этот самый ну короче кайгрин не выиграл почему-то вот мне так показалось соответственно финале со спины глядя на кайгрин он был два раза больше хита у меня уже закрались сомнения но почему-то на этой олимпии вот мне больше шон родом понравился чем оба вместе взят то ли он ровнее то ли мои приоритеты там прошлого на флекс виллер и на леврона я всегда равнялся что-то в шоне родные такое более приятное скажем так по взгляду а по форме конечно вульф очень пора такой сухости как у вульфа в этот раз я не видел и не зря он сделал шона рода но вот буквально на днях на 0 classic совершенно в одни ворот он просто сделал потому что он до наполнился за неделю за эту и просто вынес так что такое впечатление непонятно то есть кайгрин хороший но спереди он мне не понравился спины он очень добавил по хиту то ли он такой же вышел то ли чуть-чуть на полной насти не хватило а так вообще конечно из всех мистеров олимпия последних в предыдущие годы мне хит очень нравится ну реально как бы хорошо представляет будем что касается беграми огромный потенциал человек он в разы больше всех остальных там хорошо позирует хорошо ставит позы молодой то есть всего лишь навсего нужно уплотнять делать мышцы жестче глубже и сочнее вот в общем то и все и вполне возможно беграми если политика конечно позволит выиграть олимпию ближайшие два-три года да вполне возможно федоров насколько я помню когда в 2003 году возвращался тоже небольшой достаточно перерыв был вот он в разы переплюнул свою предыдущую форму и вышел просто супер форма единственное что может ему помешать это опять таки травма будь она неладна к сожалению у нас у всех это все есть разрыв груди у меня надрывчики груди были вот это очень мешает тренировкам невозможно а так я считаю что у него все шансы есть быть десятки на олимпии вполне ну и может быть не в этот год может следующий так что желаю федорову только положительных эмоций что может быть что нужно российским ответом да про дивизиона чтобы все таки вот покорять такие турниры как листер олимпии да согласен с тем что нужно уезжать в штаты и жить там как вот например знаешь там например да оксана гришенко то есть двенадцать лет проживка да кстати хочу поздравить оксана оксана умница давно давно пора скажем так она молодец ну я думаю что если бы она и даже не уехала все равно бы по форме по произволке она болит но конечно чтобы занимать места в тройке по профи надо иметь там контракт и по-хорошему жить там однозначно есть вероятность конечно у нашего лесукова вот при супер форме даже выиграть какой про турнир попасть на олимпию тем более спонсор у него же есть как бы так что я думаю что и так и так можно но лучше все-таки жить там хочу пожелать всем получать удовольствие от тренировок в первую очередь если вы тренируете с удовольствием твой результат не заставить себя ждать ну а самое главное не бойтесь экспериментировать пробуйте разнообразие на тренировках пробуйте разные схемы пробуйте разные упражнения если вы тренируетесь регулярно и вам это нравится то это на всю жизнь удачи здоровья